Здравствуйте! Это программа новости в студии Фатима Абуталибова и коротко о главных событиях выпуска. Реконструкция главного проспекта города. Дагестан вошел в список регионов, в которых будет проведен масштабный ремонт дорог. По бездорожью к знаниям, уровень безопасности дагестанских школьников на пути от дома до учебных заведений проверили, прошагав по этому пути. Поддержка выпускников в России депутаты предложили ввести студенческий капитал для выпускников вузов и колледжей. Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня встретился с победителями Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России-2020». И наградил их почетными грамотами республики. Впервые в истории конкурса сразу четверо дагестанцев одержали победу. Патимат Амарова, Вагаб Абдул-Хамидов, Хаджи Мурат Абашилов и Алихан Аварский. Отметим, трое из них ранее победили в конкурсе управленцев «Мой Дагестан», проходившем в 2018 году по инициативе Владимира Васильева. Поздравив представителей региона с таким впечатляющим достижением, глава Дагестана пожелал им дальнейших успехов и выразил надежду на совместную работу на благо республики. За победу в столь важном и сложном конкурсе все они также получили почетные грамоты республики. Два миллиарда рублей направят на реконструкцию проспекта Шамиля в Махачкале. Деньги поступят из федерального бюджета. Об этом сообщают в правительстве Дагестана. По информации на сайте Белого дома, пока подписано соглашение с Минтрансом России о предоставлении Дагестану бюджетов 590 миллионов рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля. Но в целом региональное правительство ориентируется на поддержку из федерального бюджета в сумме не менее 2 миллиардов рублей. Напомним, ранее в мэрии Махачкалы сообщали, что на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в общей сложности из бюджетов разных уровней планируется направить порядка 3 миллиардов рублей. Отмечалось, что на всей протяженности дорожной магистрали будут заменены асфальтное полотно и инженерные сети, а также освещение. В последнее время в республике участились случаи гибели детей при пожарах. В Главном управлении МЧС России по Дагестану по этой теме было проведено совещание. Сотрудники чрезвычайного ведомства обсудили вопросы предупреждения гибели несовершеннолетних на пожарах, а также защиты от огня многодетных семей и семей, находящихся на социально опасном положении. Начальник МЧС по Дагестану Нариман Казимагомедов напомнил присутствующим в недавней трагической событии, когда при пожаре в Махачкале погибло 5 человек, четверо из которых дети. В связи с этим он указал на необходимость усиления профилактических мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних детей. Сегодня мы постарались собрать в этом зале именно тех министерств, которые касаются данного вопроса, хотя это профиль со всех нас, все республики, все населения. Нам необходимо, коллеги, пересмотреть всю нормативную правую базу в данной сфере. С учетом рекомендаций МЧС России, разработанные на основе опыта реализации социальных инициатив отдельных объектов сельской федерацией – это Башкорстан, Красноярский край, Пермский край, Белгородский, Воронежский. На совещании также было отмечено, что МЧС по Дагестану совместно с различными ведомствами ведет профилактическую работу с населением. Кроме того, только за текущий год в республике установлено 250 автономных пожарных извещателей в домах и квартирах семей с детьми из социально незащищенных слоев населения. Безопасен ли путь от дома до школы? Накануне вместе с учениками это проверила специальная комиссия. Рейд инициировали активисты Общественного народного фронта, которые последние три года обследуют подходы к учебным заведениям и выявляют недочеты. В поле зрения попадают состояние дорог, тротуаров, аварийные здания и все, что представляет угрозу для школьников. Тему продолжит Зумруд Гамидова. Грязные приходят, учителя жалуются, когда дети грязные. А чистыми мы никак не можем добраться. Хотя бы тротуар с колясками, пешком, чтобы можно было пройти, дорогу можно сделать. Светофоры, знаки, наличие пешеходных переходов и освещение. Словом, все, от чего зависит безопасность ребенка по пути в школу, оказалось в центре внимания комиссии. Здесь у школы номер 13 с Каспийской ни тротуаров, ни переходов. Маршруты, по которым дети добираются в школу, и вовсе опасны. Причем, судя по их виду, даже для взрослых. Сплошное бездорожье. После дождя картина еще печальнее. Вы просто посмотрите на состояние этой дороги. Это в сухую даже здесь по бугоркам проходить трудно. А когда грязь, отсюда вообще невозможно засовываться. Ногу ставить негде бывает просто. И у меня ребенок второй класс ходит. Я каждый, вот второй год, каждый день оттуда выйду. Если там дождь идет, я либо беру такси, либо делаю огромный круг через Акулиничево, Анжиарено, вот это Али-Алиево, большой круг. Это полчаса 40 минут с ребенком идти. Почему на пути к знаниям многие ученики вынуждены рисковать здоровьем, активисты ОНФ решили спросить у чиновников. Как оказалось, все проблемы с безопасностью дорог в этом районе связаны с интенсивным строительством. Дорожная инфраструктура за ним не поспевает. А о том, как дети будут добираться в школу, местные власти не подумали. Капитально не прокладываем асфальт, потому что застройщик данного дома, мы не знаем сейчас, как он будет коммуникации пропускать, или что он будет делать после того, как он сдаст этот дом, мы совместно с ним обязательно проложим пешеходную дорожку вплоть до конца самого здания. Прокладываем асфальт, он проводит какие-то работы, которым нужно получать нецелесообразное расходование денежных средств. Получается, мы положили, он раскопал обратно, потом опять положили. Жалуются жители и на невыносимый запах, который тянется от канализационных стоков, находящихся поблизости. Люди отмечают, что не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиру. Вся канализация сюда сливается, мы все дышим. Окна открыть нельзя, вот эти дома, которые рядом, открыть невозможно. Еще один больной вопрос здесь – это бродячие собаки. Обеспокоенные родители много раз поднимали эту проблему, но пока никакой реакции не добились. Канава идет с той стороны, а там очень огромное количество собак есть. Ребенку одному до дома добраться просто опасно. Маленькие дети, когда проходят, бывают собаки и за ним гоняются. Здесь колоссальное количество гуляет бродячих собак. Здесь ночью темно, темень, люди не видят друг друга, темнотища. И здесь вы видите, какие ухабины. Дети ломают ноги, дети получают колоссальное количество травм. Еще один опасный маршрут активисты ОНФ обнаружили у школы номер 12. Школьники каждый день должны проходить через заросли камышей. А еще здесь немало открытых люков. Люди всерьез опасаются, что дети могут получить травмы, свалившись в них. При этом закрывать ловушки никто не спешит. Общественники призвали мэрию в кратчайшие сроки устранить нарушения и сделать дорогу до школы безопасной. Мы хотим обратить внимание города Каспийска, чтобы в ближайшее время сделали так, чтобы здесь дети могли спокойно идти в школу, идти в магазин, который здесь. И вот этот участок, конечно, обязательно надо привести в порядок. Мониторинг дорог активисты ОНФ будут проводить и дальше. На небезопасные пути будут обращать внимание соответствующих служб для скорейшей реакции. Зумруд Гамедова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийска. Студенческий капитал. В России предложили выдавать по полмиллиона рублей выпускникам вузов и колледжей. Так, выпускникам вузов будут выдавать 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тысяч рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать учащиеся очных отделений, получающие образование впервые. При этом получить капитал студенты могут независимо от того, учились они платно или за счет бюджета. Использовать капитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели – оплату проезда, аренду жилья или на открытие своего дела. Организацию и порядок выплат будет определять правительство. Гранды европейского футбола Гранды европейского футбола проявляют интерес к воспитаннику дагестанской футбольной школы Макамид Хабиба Абдусаламову. Об этом сообщил спортивный директор футбольного клуба «Родина» из Москвы, за который выступают сегодня нападающие. Абдусаламовым интересуются английские клубы «Тоттенхэм», «Челси», а также флагман итальянского футбола «Ювентус». Отмечается, что 17-летнего футболиста приглашали на стажировку в «Тоттенхэм», однако пандемия коронавируса помешала этим планам осуществиться. Напомним, что Макамид Хабиба Абдусаламов забил накануне единственный мяч своей команды в матче Кубка России против «Спартака». И на сегодня это были все новости. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Макамид Хабиба Абдусалам 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 Макамид Хабиба Абдусалам